Доброе утро, друзья! Да, сегодня не совсем традиционные селфи. Я бы сказал, что совсем нетрадиционные. А все почему? Потому что случилось нечто любопытное. Пока нас не было, на участке произошли изменения, и вы их можете наблюдать. Да, вот такое вот пространство произошло. Как оно произошло? Да мы вот сами не знаем. Приехали и вот такое вот обнаружили. Стали выяснять, оказывается, Россети Московской области подлик ходатайства на общественный сервитут. Что это подробно означает, я пока в детали сам не вдавался. Но не очень понятно, как так получилось, что сюда загнали на частную собственность тяжелую технику. И здесь все разровняли. Причем так достаточно хорошо. Сейчас я вам более подробно это покажу. Да, конечно же, когда мы покупали участок, мы знали, что здесь проходит зона ЛЭП. И да, под ней не должны быть высоких деревьев. Это понятно. И здесь оставались только пеньки. Но... И теперь пеньков нету. И даже не знаю, что по этому поводу думать. С одной стороны, это здорово. Убрали пеньки и облегчили работу. Ну, а с другой стороны, какого лешего? На почту никаких уведомлений не было. Вот. Поэтому... Да, как-то так. К счастью, они не зацепили наши посадки. К счастью. Но могли. Хотя сработали прям ювелирно. Вот здесь орешник. Мы посадили. И его не зацепили. Ну, а здесь все перемололи. А если бы мы тут картошку посадили? Какой-нибудь супердорогой сорт. А вы все помяли, а? Ну, как так можно? Кстати, непонятно, куда они дели все ветки, продукты. Дробления. То есть, они их забрали, что ли, куда-то. Погрузили и увезли. Видимо, так, да. Скорее всего, все ветки они просто погрузили куда-то и увезли. Потому что здесь было много ихних деревьев. И они были действительно высокие. Вот. Здесь все спилили и ничего не осталось. Кроме огрызков. Вот, собственно, граница участка. Здесь была натянута веревочка. И если они заезжали с этой стороны, то можно было понять, что она здесь неспроста. Ну, ведь можно было понять, да? Неспроста же она здесь. Неспроста. Испортили, зачем-то выкопали яму. Мне что теперь с этой ямой тут делать? Ой, да. Вот это дерево, которое прямо возле столба. Его почему-то не тронули. Ну, ребята, ну вы на потом это оставили, что ли, или что? Или как вы так работаете? Мы посадили здесь кусты. К счастью, они выжили. Не знаю, спасла ли это меткой. Действительно, ребята заметили, что они, может быть, как-то аккуратничали. Или просто совпадение и случайность. Но прям, можно сказать, все это в шаге было от разрушения. Ну, а теперь перейдем к позитиву. Как вы видите, сад наш зазеленел. И за моей спиной 40 соток земли некошенной травы. Косить? Косить. Сегодня мы вдвоем будем косить. Двумя косами. Маленькой и большой. А это если, конечно, не будет дождь. А если будет дождь, то будем работать внутри дома. Поэтому мы сегодня вдвойне подготовились. У нас два плана. План А и план Б. И начнем мы, наверное, с плана А. Ну, а так здорово, красиво. Яблони зацвели. Все зазеленело. Красота. Красота же. Красота. Поехали работать. На крапиву напали какие-то гусеницы. Непонятно, что с этим делать. Я, конечно, наверное, сейчас это все скажу. Но вообще подозрительно. Надо быть готовым к борьбе с такими вредителями. А как вы боретесь с такими вредителями? Обязательно оставьте комментарий. Поделитесь своим опытом. Потому что мы пока еще совсем неопытные. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 И нас начинает поставить палкой крапиву. А нам так хотелось. Поэтому мы сейчас косим и получаем удовольствие. Потому что косилкой крапива рубятся. Ой, как здорово. Это совсем не палкой. Вот палкой, блин, машешь, машешь. Никакого результата. А тут раз, хорошей леской. На хорошей косе, блин. Рубят только вкус. Поэтому мы даже и не устали еще Поэтому готовы косить дальше Да? Да Я чувствую, мы даже сейчас будем расстраиваться Потому что у нас отобрали 10 соток травы Сделали всю работу за нас Просто сети мы вас помним Мы с вами еще пообщаемся Поэтому продолжим Бензин у нас еще есть Леска у нас еще есть Пошли рубить крапиву Все, мы пошли рубить крапиву ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И так быстро, пока не закончился аккумулятор Ой И так записываем быстро, пока не сел аккумулятор Мы молодцы, мы смогли за день От рассвета до заката Скосить весь свой участок За исключением тех 10 соток Который отобрал нас В Россити Мы с вами еще поговорим На эту тему Я считаю это неприлично так делать Как минимум Да Ну ладно Аккумулятор не кончился Аккумулятор не кончился Не знаем, что сказать Друзья, подписывайтесь на наш канал Ставьте лайк Пишите комментарии Что вы думаете по этому поводу Что вы думаете по поводу Рост сетей В позитивном ключе Вот Может быть, дадите какой-то совет нам И какой-то совет им Чтобы мы пришли к какому-то Взаимопониманию Да, к конфетскому Вот, на эту тему Ну и вообще Комментируйте, какие мы Молодцы Какие мы молодцы Скосили свои 30 соток И радуемся А вот если бы 40 соток Мы бы сегодня не скосили Потому что не хватило бы сил, да? Нет, сил еще есть Лески нету Лески нету, бензина нету А силы есть Поэтому мы бы вот так вот сказали Да, мы бы, конечно, да Но ресурс закончился Ну вот, друзья Такую красоту мы навели За целый день Вы скажете, да Это все здорово Но потратить целый день На покос Только травы Это расточительно И я с вами соглашусь Однако учитывайте Что мы планируем Переехать сюда Жить И что такое Один день потратить Когда ты здесь живешь В общем-то Не так уж и много А так набегами Когда приезжаешь В виде дачника То соглашусь с вами Это очень много И, конечно, трудозатратно Поэтому Мы не рассматривали Вариант покупки участка Использовать его как дачу А именно как переезд На постоянное место жительства Вот такие планы До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok